Здравствуйте, мои друзья! Это Митинское кладбище Одно из крупнейших кладбищ Москвы Оно достаточно молодое Открыто 15 сентября 1978 года Мы с вами здесь уже бывали На некоторых могилах известных людей И сегодня я тоже вам покажу Захоронение семьи Прококович Поскольку кладбище большое По кладбищу, по установленному маршруту Ходит местный автобус И я сейчас на нем проеду до участка 48А И там покажу вам семейную могилу Николая Константиновича Прококович И его жены Инги Трофимовны В девичестве Задорожной Мы уже подходим Прококович Инга Трофимовна Девичья фамилия у нее Задорожная Николай Константинович родом из города Тула В 1943 году был призван в армию Дошел до Берлина Но в апреле 45-го года Был ранен И победу встречал уже в госпитале Имел боевые награды После госпиталя вернулся в Москву Окончил школу-студию МХАТ И с 49-го года он играл в театрах Москвы Много снимался в кино У него 70 киноработ Играл много ролей российских и немецких офицеров Причем, вот, например, Генриха Гиммлера Он сыграл в трех фильмах «Семнадцать бновений весны», «Родины солдат» и «Дума о Ковпаке» Играл он и Михаила Ломоносова, и полковника КГБ, и генерала НКВД Ну, видимо, внешность была такая соответствующая Но ему одинаково хорошо Удавались роли и комедийного жанра, и драматического Прошу Фюрер больше не может быть вождем наций У фюрера парализована воля Он не может принимать решений Мы обязаны обратиться к народу Геринг хотел сказать «Да, Генрих, я согласен с вами» Но ему мешала эта черная папка Он знал, что там может быть вмонтирован диктофон И что этот разговор через два часа будет передан фюреру И тогда конец Вы преемник Следовательно, вы президент Таким образом Я Рейс-канцлер Он может болтать что угодно, думал Геринг Отец провокаторов не может быть честным человеком Если бы он мог быть честным человеком Я бы согласился со всеми его предложениями Это невозможно Это невозможно Только один должен быть и президентом, и канцлером Последние годы Николай Константинович Мучился от язвы желудка Которую получил еще во время войны Ему делали операцию, но она не принесла облегчения И однажды во время спектакля Актеру стало очень плохо Собрав всю волю в кулак Николай Константинович Доиграл роль И все Задорожная Инга Трофимовна Прокопович Она в основном театральная актриса В интернете мало ее фотографий Умерла в 2020 году Похоронена рядом с мужем Вместе они прожили 43 года И родили сына Костю После смерти Николая Константиновича Их общий сын женился на женщине-провициалке Старше себя на 10 лет У которой были уже дети И стал требовать от матери наследство Инга Трофимовна хотела продать дачу, машину Но сын угрожал Сжечь все Она мне так сказала Я дачу продам Я ей сказал Как только я узнаю, что эта дача продана Я сяду в тюрьму Потому что я эту дачу спарю Я приеду, оболью здесь все бензином И сяду в тюрьму И это при том, что дача у них была на два хозяина В соседях у них были Валентин Гафт и Ольга Остроумова Я пришла в театр Пушкина по конкурсу Ну вот так мы и жили Мы 40 лет с ним прожили Комната сына Ну вот, пожалуйста Убираться он не убирает Вот так он живет Откуда-то эти приносят-ка эти вещи Что это, чье это Это я не знаю Это я не знаю Я только вижу, когда он входит в мою комнату Я начинаю нервничать Потому что он начинает там шуровать Начинает вытаскивать зверкнижку, паспорт Еще что-то воровать начинает Деньги Свидетелей нет Сын единственный, родной Ну что я скажу, что на меня кидался Он с матом и говорил мне гадости Умерла Инга Трофимовна в 2020 году На 85-м году жизни И уж теперь-то Костя получил свое наследство И дачу, и машину, и квартиру А памятник так и не поставил Хотя на передаче говорил, что нежно любит маму А похороны Инги Трофимовны Оплатила программа Пусть говорят На могиле Николая Константиновича Памятника не было До конца сентября 2019 года Через год умерла Сама Инга Трофимовна Она не смогла Поставить памятник У нее не было средств Она поставила только оградку Сыновья Ни сын от первого брака Ни сын Костя Памятник не ставили Кто поставил памятник? Может быть, поклонник Может быть, театр Может быть, массовет Вот такую грустную семейную драму Я вам рассказала А мы с вами побывали На семейном захоронении Прокоповича Николая Константиновича И Инги Трофимовны Российских актеров Театра и кино А я с вами прощаюсь Всем вам всего доброго До новых встреч Берегите себя И пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok